всем привет кто любит заниматься ремонтом автомобиля кто любит поковыряться в нем а кто и профессионально занимается ремонтами у всех примерно возникает одна проблема это с освещением то есть переноска чем посветить всегда со светом плохо обстоят дела на своем опыте расскажу немного по этой теме вот у меня такая переноска металл тут пластик крепкий значит если мы не используем лампу накаливания чем неудобно эта лампа но первое тем что от нее есть лампы более экономные счетчик от нее крутится хорошо чтобы нормально светила она надо хотя бы в переноску сотку вкрутить опять же происходит нагрев самого корпуса лампы самый ненужный момент мы соприкасаемся телом неприятно ожоги все остальное еще один из недостатков переноска часто падает лампа накаливания у нас встряхивается все надо менять того второй вариант использовал вот лампу энергосберегающую свет получше двадцатка жрет меньше но вот когда случается такое с ней она долго не проработает а такое случается зачастую поэтому и опять же эта лампа тоже сама по себе вот при ударах при падении переноски может тупо сломаться ну и вот как вариант вкрутил посмотрел все отлично работает это вот лампа светодиодная нагрева никакого нету практически еле заметный в нижней части лампы то есть корпус переноски не греется вообще яркость значит лампа 6 ватт на яркость на уровне примерно на уровне вот этой вот двадцатки но примерно на уровне семьдесят пятки лампы накаливания никакого значит боязни никакой что падает переноска лампа стряхнется нить стряхнется или что-то но только если ее не переехать колесом на так сейчас вам включу покажу свет 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 и и отличный белый то есть это вы можете уже подобрать и экономный можно оставлять если куда-то отлучаетесь не будем бояться за счет в конце месяца что у нас немаловажно на данный период ну и самое что для меня основное что не происходит нагрева корпуса самой самого фонаря самой такой тип лампочки под подойдет тут для тех у кого переноска пластиковая потому как я уже говорил лампочка совсем не греется практически переноска остается целая потому как кто использует пластиковую переноску видел я несколько раз оставляет ее включенным надолго с лампой накаливания перед переноска пластиковая расплавляется как мороженое и скажите что 220 это напасную опасное для жизни напряжение по технике безопасности не положено с таким напряжением работать не могу с вами не согласиться да это так и есть но не у всех есть возможность да не всем нужно устанавливать в гараже а трансформаторы на 24 на 36 вольт что конечно было бы идеально есть продажи даже лампы накаливания на 36 на 24 вольта но опять же повторюсь по технике безопасности главное чтоб все провода если мы будем следить за этим всем чтоб не было оголенных по оголенной проводки чтоб было все в целостности не разбито не поломано поэтому аккуратно в таких случаях можно пользоваться вот такой вот небольшой совет в нашу гаражную тему подписывайтесь на мой канал оставляйте комментарии кто чем подсвечивает планируя в яму к себе сделать стационарную подсветку но а без вот этого девайся конечно кто ремонтирует автомобили то конечно никуда на сегодня все всем пока удачи в ремонтах удачи на дорогах до следующих видео а